Всем доброго времени суток. Хочу сегодня рассказать немножко о подводном дроне PowerVision. Их в данный момент вообще на рынке очень много разных. Разных производителей, разных стран. Но я для себя выбрал вот это. Поэтому о нем, соответственно, и немножко расскажу. Вот. Изначально скажу, что вообще качество изумительное. Прям вот, ну, правда, честно. Приятно держать в руках. Достойный пластик. Вес. Ну, приятно держать в руках. Когда вещь хорошая, что скрывать, приятно держать в руках. У него такой же шикарный бокс. Чемодан. Похож на чемодан ручной клади. Это все очень классно, все упаковывается. Я не буду показывать, как я его распаковываю. Я думаю, что... Ну, короче, хотите посмотреть, как достают из коробки, посмотрите в другом месте. Что касается дрона подводного этого, у меня был первый не очень хороший опыт. Но в плане того, что не использование, а покупки. Первый дрон точно такой же я купил в Америке. Заказал на ebay. Но когда он приехал, я его долго ждал, он приехал. Но проблема оказалась в том, что он не включался. Вот. Не включался. Я его отправил обратно. Ну, как бы, слава богу, что сейчас с этим проблем нет. Продавец вернул деньги. Ну, как бы, все. Непосредственно этот дрон я уже купил в Китае. Вот. Отличия, на самом деле, вообще, ну, их практически нету. За исключением того, что все наклеечки, ну, вот, они на китайском языке. И мануал на китайском языке, инструкция. Но программа, все на английском, поэтому только все вот эти предупредительные какие-то стикеры, они на китайском языке. Ну, как бы, это единственное. Их, по-моему, три версии есть. Три комплектации, скажем-то. Самое главное отличие – это камера. В данный момент у меня последняя комплектация. Камера 4К. Катушка с кабелем на 70 метров. И наличие виртуальных очков. А, и еще эхолот. Прикольная вещь. Особенно, если люди увлекаются рыбалкой. Ну, вот, ну, или просто интересно исследовать, так сказать, дно. Очки – классная вещь. Ну, опять же, это кому надо, кому не надо. Единственное, вот, например, мой телефон не влез. Ну, у меня есть чуть поменьше телефон. Он влез. Сразу покажу. Вот он достается картридж. Сюда вставляется телефон. И, соответственно, картридж с телефоном, уже включенный, вставляется обратно. Ну, дальше, думаю, не надо объяснять, что делать с очками. Сразу скажу, единственный недостаток по мне, хотя, слава Богу, у меня все нормально, но мне показалось, что при наличии всего этого можно было сделать какой-то регулятор диоптрии. Ну, потому что, я думаю, что есть люди, у которых немножко зрения не как у всех, скажем так. Тем более, эта функция, она, как бы, на многих очках других, там, фирмах, все это есть. Ну, здесь решили они не делать, но, как бы, это уже, может быть, в дальнейшем будут делать. Вот. Много смотрел информации, смотрел видео, на самом деле, не так много. Реально, много информации, как люди достают из коробки, распаковывают, счастливые, довольные. А дальше что делать? Непонятно. Вот. Ну, изначально, как рекомендует производитель, когда вы все это достали дома, сразу поставить на зарядку все. Это должно быть все заряжено, перед тем, как вы включаете. Соответственно, пока у вас все это заряжается, вы устанавливаете себе программу Vision. Вот. PowerVision. Ну, соответственно, здесь у них разные гаджеты, вам надо найти свой. Вот он. Ну, и перейдем тогда к подключению уже, да. Перед тем, как включить, соответственно, кабеля очень достойно все на скруточках. То есть, максимально сделано, чтобы не попадала вода, все разъемы и, соответственно, для того, чтобы было крепко. Здесь изначально стоит заглушка. Ее снимаем. Подставляем вниз. Ставим на холод. Ставим на холод. Здесь вот вместо него в данный момент заглушечка. Так, у меня ногтей нету. Ну, вот как бы отверточка поддели. Можно без него. Ну, ставим. Для установки эхолота снимаем эту крышечку. Здесь такая штучка с резьбой. Ну, не знаю. Штучка с резьбой, скажем так. Сюда, кстати, наматывается леска. Вот. Это для рыбаков. Я, честно говоря, не представляю, как вообще дрон будет бороться. Ну, там, я не знаю, может быть, какая-то маленькая рыбешка, карасик. Но вдруг что-нибудь клюнет большое. И просто я не понимаю, как он там... Ну, ладно, оставим это дело рыбакам. Это их уже как бы стезя. Я в ней ничего не понимаю. Ну, вот. И вкручивается, соответственно, в это посадочное место. Все элементарно просто. Вообще, изначально... Вообще, дрон, да, изначально, он даже при всем подключении, он у вас на суше не включится. То есть, он должен попасть в воду. Для того, чтобы он у вас уже заработал. Например, вот тот же этот эхолот, чтобы он включился, он должен тоже попасть в воду. Контактики замыкаются. Ну, и, соответственно, работает. Ну, тут эхолот-то мы можем немножко обмануть. Да, это делается элементарно. Там, последняя ввели палец, извините. И вот. Все, он включился. То есть, немножко влаги, и он включился. Ну, соответственно, дрон с дроном. Самим дроном такая штучка не пройдет. Вот. Подключаем непосредственно сам дрон. На дроне нет никаких ни кнопок, ни ресетов, ничего. Ни дырочек, ни выключателей, ничего нет. Для дрона кабель. Кабель является и включателем, и выключателем. Вот как раз, когда я купил в Америке дрон, была та проблема. То есть, вставишь на зарядку, он вроде как бы все реагирует. Прикручиваешь кабель обычный, ну, как бы вот непосредственно уже для Wi-Fi, и он не включался. Вот. Что происходит? Вот мы включаем, подключаем провод. Соответственно, тоже здесь все на скруточках. Вот он включился. Сейчас включатся фары. Ну, приятно сделал турулю-турулю, поприветствовал. Все, он включился. Мы включаем Wi-Fi, блок Wi-Fi. То есть, две секунды держим, загорается. На блоке, очень удобно сделано, есть ремешок. Есть ремешок, то есть, куда-то, какой-то столб к лодке, не знаю, к ноге. Ну, короче, можно зафиксировать, чтобы случайно блок не уплыл вместе с дроном, или вы его случайно, когда будете увлеченно управлять дроном, не столкнули в воду. Вот. Что мы делаем дальше? Мы, естественно, пульт управления. Очень приятный, очень приятно держать в руках. Все под рукой, все под пальцами, то есть, все функционально. И, опять же, вот, качество пластмассы, вообще, качество самого джойстика, всех этих стиков, очень приятное. Мы подключаем, включается он здесь. Мы его включаем. Он ищет блок Wi-Fi. Пока не находит, наверное, ему нужен телефон, наверное, надо сначала включить. Сейчас мы включаем телефон. Так. А, почему телефон? Не телефон, а сначала мы должны подключиться к Wi-Fi. Отключиться от домашнего Wi-Fi, соответственно, и подключиться к Wi-Fi непосредственно к этому блоку. Секундочку. Так. Подключился. Подключился. Все. Теперь мы включаем непосредственно саму программу. Она грузится где-то около пяти секунд. И вот. Включаем программу. Заходим в нее в Power Vision. Тут, как бы, все их гаджеты. Находим свой. Ну и старт. Да. Оп. И вот, как бы, у нас уже камера заработала. Камера заработала. Так, сейчас, секундочку. Камера заработала. Так, пульт. Пульт у нас тоже подключился. Вот зелененьким загорелся. Все. Что еще о пульте? Очень удобно, очень удобно, очень удобно сделана регулировка посадочного места для телефона, для планшета. То есть, вот эту промежуточную штучку можно снять и установить сюда планшет, ну, я не знаю, ну, достаточно большого размера. Достаточно большого размера. Вот. И, пожалуйста, управляйте, так сказать, с большого экрана. Вот. На пульте много регулировок. Они все настраиваются отдельно. Ну, вот в данный момент по умолчанию, например, чтобы убрать свет. Да, то есть, вот колесиком. Вот он, диммер регулировочный. То есть, мы убавляем свет. Ну, вот выключили. Вот включили максимально. Светит очень хорошо. Вот. Убрали. Ну, вот. О! Что я хотел сказать? Вот, например, если вы будете, так сказать, катать людей со вторым телефоном с очками, изначально вы должны подключить, вы должны подключить телефон основной, зайти в программу и подключиться. Он будет управлять дроном. А уже потом вы можете подключать любые гаджеты, там, также телефоны, планшеты, непосредственно к этому Wi-Fi. Изначально у него пароль от 1 до 0, ну, можно изменять, ну, как бы, если для кого-то это имеет какое-то принципиальное значение. Ну, вот. И вставляете в очки. Если вот режим очков, он выглядит вот так вот, да, то есть, вот, нажимаете очки, вот, получается, как бы, два экранчика под два глазика, то есть, вставляются в очки, и, соответственно, вы все это видите. Вот. Здесь, возвращаясь опять вот к меню, если, да, вот, как бы, вот оно, все меню. Ну, познание языка английского, да, вот, непосредственно, которая, программа стоит на английском языке, то есть, оно вообще, вы не будете себя чувствовать как-то неущемленно, потому что, ну, настолько все доступно и минимизировано в плане слов, что, а если они даже и есть, ну, как бы, там, вот эти два слова, залезть в переводчик, перевести, и абсолютно все это достойно вы все сделаете, без проблем. Вот. Все вот эти регулировки. Дрон с пульта вы погружаетесь. Это вот в градусах, то есть, отклонение вверх-вниз, да, ну, это, соответственно, лево-право. Вот. Дрон может сам держать глубину, заданную ему, он все это будет показывать. Здесь аккумуляторы, то есть, все, здесь переключаете видео-фото, то есть, все очень достойно. Для того, чтобы, когда дрон окажется в воде, на суше вы его не запустите, как я уже говорил. Когда вы его положите в воду, он тоже у вас сразу не включится. Ну, как бы, и правильно. То есть, есть замочек, вы на него нажимаете, да, выскакивает такая менюшка. То есть, вам в воде надо будет, как бы, передвинуть вентилятор, вот, на открытие замка. Вы открываете, вот, но он вам не запустит его, потому что не в воде. Вот он, видите, пишет. Эй, дружище, давай-ка меня в воду. Вот, и это очень хорошо. И самое главное, в целях безопасности, когда вы уже, так сказать, дрон вернется к вам, и вы будете доставать его из воды, вам надо перед тем, как достать его из воды, вам надо будет выключить, поставить на замочек вентилятор. Потому что, особенно, если, не дай бог, вы будете там просить жену или детей, сами сидя с бутылочкой пивка на берегу и с пультом, типа, достань дрон. Хотя здесь и стоят везде, так сказать, решетки, да, здесь у него три пропеллера. То есть, здесь, здесь и центральный. То есть, хотя решетки стоят, пальцы, пальцы туда, ну, элементарно залазят. Хотя у меня, вроде, люди говорят, пальцы немаленькие. Вентиляторы все металлические, ну, то есть, порубят без проблем. Поэтому лучше будет, если вы поставите на замочек, а после этого уже достанете. Так что вот так вот. Все настолько элементарно просто, что, в принципе, бояться не надо. Надеюсь, что в дальнейшем я, может быть, покажу видео с воды. Но вот в плане то, что сейчас вот подключение. Потому что, когда я первый раз все это пытался для себя, так сказать, сделать, я не знаю почему, но очень мало информации в плане, куда воткнуть, что должно загореться, что куда, что нажать. Потому что, вроде, хотя везде стоит защита от дураков, так сказать, но все равно хотелось бы сделать все по уму. Поэтому, если у кого-то есть чем дополнить, да, как бы, может быть, что-то я упустил, может быть, кто-то знает что-то еще. Естественно, все это приветствуется. Ну, вот, если что-то я не рассказал или что-то как-то кто-то недопонял, может быть, я некорректно рассказал, извиняйте. Вот, ну, как бы, в любом случае, я рад, что я смог поделиться с вами. Вот, ну, кому понравилось, кому понравилось, кому не понравилось. Ну, что ж, сделайте лучше, скажем так. Всем всего хорошего.